МИГРАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ Сегодня в Минске озвучили подробности громкого преступления. Группа мошенников из Болгарии, которая считывала данные держателей банковских карт, задержана. Стоит отметить, что в результате было похищено более 300 миллионов рублей. Тему информационной безопасности подняли сегодня в столице. В очередной раз эксперты задумались, как расставить охранные границы в безграничной всемирной паутине. О том, насколько это возможно, расскажет Ольга Коршун. Интернетом пользуются более 3 миллиардов человек. И у большинства из них есть свои аккаунты в социальных сетях. А для того, чтобы зарегистрироваться в одной из них, мы ответили на десятки вопросов. К примеру, разместили свой адрес и поделились своими увлечениями. На первый взгляд кажется, что совершенно безобидная информация. Но именно так экстремисты вычисляют потенциальных сообщников. Случаи вербовки в соцсетях не единичны. В октябре полиция Испании арестовала 10 человек, которые искали новых членов ИГИЛ через интернет. Причем их внимание было направлено в основном на молодых женщин. В соцсети стали одним из главных каналов вербовки сторонников ИГИЛ в России. Недавно удалось вернуть домой московскую студентку, которая пыталась примкнуть к исламскому государству. Вербовка идет в социальных сетях прежде всего. К сожалению, молодежь на своих личных страницах в социальных сетях выкладывает о себе такую информацию, которая является избыточной. Вербовщики ИГИЛ пришли в ВУЗы. Я полагаю, не только в российские. Я не могу дать никаких гарантий, что под прицелом не находятся ВУЗы Республики Беларусь. Именно в вашем государстве ВУЗы сохранили очень качественную подготовку специалистов. Информационная безопасность выходит на первый план во многих странах. В 2014-м в Германии ущерб от промышленного шпионажа составил около 50 миллионов евро. Киберпреступники нанесли урон мировой экономике в 100 миллиардов долларов. В этом году белорусские правоохранители раскрыли пять громких дел в сфере высоких технологий. В Беларуси развернули активную деятельность мошенники из Болгарии. Трое иностранцев считывали персональные данные держателей банковских карточек. В результате со счетов белорусов пропало более 300 миллионов рублей. Из года в год количество таких преступлений растет. Нами были установлены лица, которые считали при помощи так называемых скиммеров, то есть вот этой преступной техники, конфиденциальную информацию с карточек. Наши граждане в дальнейшем изготовили поддельные карточки. Вся информация, которую мы обладали, передана правоохранителям органов Болгарии для принятия мер по их задержанию. В то же время эксперты отмечают, что Беларусь менее всего в СНГ подвержена экстремистской деятельности. В прошлом году в нашей стране выявлены единичные факты, которые подпадают под понятие экстремистской деятельности. В том числе это вербовка, финансирование и пропаганда террористических группировок. Сегодня в Минске эксперты из разных стран обсуждали новые подходы и идеи в реализации политики национальной безопасности. В вашем государстве ровно потому такой низкий уровень преступлений экстремистского характера и террористического, то есть тех преступлений, которые создают инфраструктуру терроризму и экстремизму. Это вербовка, финансирование, пропаганда ровно потому, что у вас очень хорошо работают спецслужбы. Вот именно белорусское общество, я не знаю, может быть, ну за счет общей инфрационной позиции, может быть, социально-политической, гуманитарной какой-то позиции там это, может быть, за счет того, что здесь специалисты так активно работали. Но здесь достаточно высокий уровень защищенности. Обеспечение безопасности – вопрос номер один во многих странах мира. К усилению мер безопасности в Западной Европе привели теракты, совершенные экстремистами ИГИЛ. До сих пор не утих конфликт на Донбассе, а на Майдане еще год назад звучали революционные лозунги. Впрочем, многие страны постсоветского блока до сих пор пожинают плоды цветных революций. На этом фоне Беларусь выглядит донором безопасности и стабильности в регионе. Наше общество белорусское, оно более устойчивое. И именно потому, что, условно, еще раз повторю, не к эмоциональным, а к рассудочным оценкам. Эксперты будут обсуждать в Минске глобальные вызовы и современные угрозы еще несколько дней. Но уже сейчас понятно, что укрепление безопасности – задача номер один не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества. Ольга Коршун, Алексей Юнош и Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. И к проблеме, которая стоит сегодня не менее остро – миграционный кризис. Беларусь предлагает ввести общую процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца. К такому мнению пришли отечественные эксперты, анализируя перемещение потоков вынужденных переселенцев. Единая система позволит отслеживать тех иностранцев, которые на протяжении длительного времени продолжают передвигаться по территории сопредельных государств. Этот процесс беженцы называют поиском выгодных условий для жизни, но фактически постоянно находятся на нелегальном положении. Действующие конфликты в Сирии, в Йемене и Афганистане имеют свое воздействие на многие страны мира. В качестве примера мы видим Европу. Да, можно говорить о некотором спокойствии и стабильности, но надо быть готовы к тому, что завтра страна может столкнуться с массовым притоком мигрантов. Поток вынужденных мигрантов в республику за последнее время действительно вырос, и об этом сегодня говорили уже в парламенте. Наибольшее число беженцев прибывает из Сирии, Ирака, Йемена. Что же касается жителей Украины, то за последние два года в Беларусь приехало около 150 тысяч граждан этой страны. Сегодня депутаты обсудили документ, который предусматривает новую схему получения статуса беженца. Как ожидается, срок рассмотрения не будет превышать шести месяцев. Это исключит возможность недобросовестным просителям, иностранным гражданам, будем говорить необоснованно, пребывая на территории Республики Беларусь. Нанесены будут при доработке положения о том, что необходимо будет, мало того, что знание одного из государственных языков Республики Беларусь, и также положение Конституции Республики Беларусь. Также на заседании депутаты одобрили проект лесного кодекса. Новые пункты этого документа позволят заготавливать на 2,5 миллиона кубометров древесины больше. Одним из самых обсуждаемых стал проект кодекса о культуре. Аналогов ему нет во всем постсоветском пространстве. В документе расширяются полномочия меценатов и спонсоров, усиливается контроль за черными копателями. Рассматривались и вопросы финансовые. Как отмечают в Нацбанке, переговоры Беларуси и МВФ о предоставлении кредита могут быть завершены в первом квартале следующего года. Миссия, безусловно, оценивала, как я говорю, готовность сближаться, готовность действительно внедрять подходы, которые будут вести к формированию долгосрочного экономического роста, именно долгосрочного, и при этом сохранением финансовой стабильности в стране. Поэтому мы проявили себя готовыми двигаться по этому пути. Поэтому достаточно неплохой диалог складывается с фондом. И сейчас даже заявление фонда миссии, которая у нас работала совсем недавно, о том, что большой прогресс сделан, и действительно Беларусь готова двигаться по пути сближения позиций. Британские самолеты бомбят Сирию. Удары в основном приходятся на нефтяные месторождения. Отмечу, что до этого Великобритания наносила авиаудары по позициям боевиков только на территории Ирака. О применении ВВС страны для нанесения ударов по исламскому государству в Сирии было решено минувшей ночью парламентом королевства. За проголосовали почти 400 политиков, против чуть более 200. Напомню, на расширении военной операции настаивал премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. В Калифорнии выясняют обстоятельства стрельбы в социальном центре. 14 человек погибли, еще 17 ранены. Уже установлены личности преступников, однако до сих пор не ясно, был ли это теракт или мотивом стал личный конфликт. Полдень. Город Сан-Бернардино, Калифорния. Центр помощи людям с ограниченными возможностями. Во время праздничных мероприятий в зал собраний ворвались несколько человек в черной форме и открыли огонь. Очевидцы сообщили, что в течение 5-8 минут прозвучало 25-30 выстрелов. Моя дочь занимается там, и завтра у нее там тоже встреча. Не очень тревожно. Вы слышали что-нибудь о своей дочери? Пока что нет. Вы боитесь? Мне страшно. Очень страшно за всех. 14 человек погибло, столько же ранено. Преступники успели скрыться с места событий еще до прибытия полиции. Предварительное расследование говорит о том, что люди готовились к этой атаке. Они были одеты соответствующим образом и вооружены. Черный внедорожник, на котором предположительно передвигались преступники, обнаружили в пригороде Сан-Бернардино. Началось преследование и захват спецназа, который транслировали в прямом эфире. Находившиеся в авто люди отстреливались, однако полиции удалось их остановить. Во время погони погибло двое подозреваемых, мужчина и женщина. Ранен также офицер полиции, его состояние стабильное, и он находится под наблюдением врачей. Был также третий человек, которого видели возле автомобиля. Мы не можем утверждать, что он имел отношение к инциденту. Полиция подтвердила ранее озвученную в СМИ информацию, что имя одного из подозреваемых – Саед Фарук. Он работал в здании представителем отделения по вопросам окружающей среды. По данным следствия, он вышел из здания, где была вечеринка сотрудников, разозлённым, а затем вернулся туда с оружием. Позднее полиция установила, что сообщницей Фарука была 27-летняя женщина – Ташфин Малик. Я знаю, что самый важный вопрос – называть ли эту атаку терроризмом. Я не могу утверждать, что мы точно знаем ответ. Мы видим расследование и не исключаем такую возможность. Стрельба в Калифорнии стала самым крупным подобным происшествием в США за последние три года. Президент Барак Обама, в свою очередь, вновь призвал законодателей принять меры по ужесточению правил, касающихся ношения оружия. Юрий Тоболин, телекомпания СТВ. Герои нашего следующего материала нашли себя несмотря ни на что. Сегодня в Международный день инвалидов в центре внимания защита их достоинства, прав и благополучия. Ну а наш корреспондент Юлия Матяша о тех, кто не потерял веру в себя. У Анны врожденная болезнь. Парализованы ноги. Вот только угнаться за ней практически невозможно. Сначала работа в Белорусском обществе инвалидов, затем радиоэфир, потом концерт. Встретиться с Анной нам удалось только за кулисами. Она помогала готовиться своей группе к танцам. С детства мечтала о том, чтобы моя жизнь стала активной, насыщенной, интересной. И я вложила это очень-очень много сил. Когда у меня получилось сделать свою жизнь интересной, насыщенной, я поняла, что ко мне могут другие присоединиться. Про свой диагноз Анна забыла практически 20 лет назад. Именно тогда она всерьез увлеклась танцами. В свое время она даже стала чемпионом мира и Европы. Сейчас титулованный танцор вдохновляет других. Руководит школой, где учат пироэтам ИПА. Причем делает это совершенно бескорыстно. У меня была мечта тогда создать школу танцев на колясках. И вместе с ребятами и девчатами наслаждаться танцем. И, соответственно, приобщиться к мощному бурному потоку жизненному. Сложно представить, но девушка, которая от рождения не видит, с легкостью осваивает огромные тома по праву и основам психологии. Саша учится в социальном университете вместе с абсолютно здоровыми студентами. Одногруппники даже в очередь выстраиваются. Конспект невидящей Саши всегда самополный и подробный. Я сюда пришла сразу после школы. Я изначально хотела поступать в медицинский колледж в Гродно. Там тоже обучают людей с нарушением зрения на массажиста. Медико-ребилитационная экспертная комиссия, ну или МРЭК, они не дали разрешения. А вот товарищ Саша и по диагнозу, и по университету, Женя через полгода станет выпускником. Несмотря на свой недуг, давно привык чувствовать себя полезным. Как говорит сам парень, волонтерим понемногу. Раз в году мы ездим в стайки. Там проводится что-то вроде фестиваля для детей из интернатов с ограниченными возможностями. Ну и мы оказываем им волонтерскую помощь. Жизнь с закрытыми глазами. Правда, самое главное, Женя разглядеть научился. Есть люди, которых можно без внешности называть красивыми. Исключительно за их духовность, за их характер, за их поведение и отношение к другим людям. И у Саши всегда есть сила представить небо, которого никогда не видела. В голубых небесах, в незнакомых мирах, мы с тобой будем вместе, в этой песне. Юлия Матяш, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Художник с мировым именем и белорусскими корнями. Внук легендарного партизана, выпускник Белорусской академии искусств Роман Заслонов сегодня в Минске презентовал свою выставку. В столицу мастер привез более 40 картин, в центре которых только женщина. Анастасия Винчо выяснила почему. Это я. А, привет. Здорово. Слушай. Здорово, дорогая. Ты видишь? 40 лет назад они вместе играли в футбол и ходили в одну школу. Случайная встреча в художественной мастерской свела когда-то двух закадычных друзей. Теперь известного живописца Романа Заслонова и телеоператора СТВ, своего рода тоже художника, Павла Хатько. По словам моего коллеги, Роман всегда позитивно смотрел на жизнь. Возможно, именно поэтому его картины узнаваемы своей яркой цветовой гаммой. Самое главное для меня это попытка сгармонировать очень яркие, насыщенные цвета, которые на самом деле сгармонировать не так просто. Яркий цвет призван приподнять человека над его повседневностью. Несмотря на то, что сейчас Роман живет в пригороде Парижа, гостем в белорусской столице его не назовешь. Именно в этой мастерской в Минске создавались его шедевры, в центре которых всегда женщина. Его полотна по сути гимн рыжеволосой королеве, всегда в пышном платье, в пол и яркими принтами. Кто ваша муза? Белорусская или француженка? Вы знаете, вот это очень сложный вопрос, потому что она, наверное, не то и не другое. Хотя в ней есть черты, конечно же, женщин, виденных и там, и здесь. А этот визит в Минск для Романа Заслонова особенный. Сегодня его работы впервые увидит белорусский зритель. В экспозиции более 30 картин, каждую из которых автор монтировал лично. А вот этот холст с актуальным названием «Лето-зимой», один из центральных, ярко-алый, белоснежный, зеленый, в картине художник совместил, казалось бы, несочетаемое. Здесь очень четко прослеживается центральная фигура женская, мужчины по краям, как кулисы, которые обслуживают, и вот она играет с марионетками. Искать какую-то очень глубокую подоплеку здесь не приходится. Работа говорит обо всем сама. Сюрреализм, фантастика, неаромантизм и театр. Заслонову в своих картинах удалось синтезировать самые разные направления. За неподражаемую живопись он мгновенно завоевал призвание мировой публики. Его работы выставлялись в лучших залах Америки, Испании, Германии, Швейцарии и Франции. Сегодня есть шмат мастаков, которые прославляют Беларусь и белорусскую культуру в свете. И мы должны так же отдавать им повагу и пошану. Это и славутый Данцик, и Леонид Шамилев, и шмат-шмат пиншик. Все это разом створяет золотый пласт, золотый фонд белорусской культуры и белорусского мастерства. Минская выставка далеко не первая в карьере Романа Заслонова, но она номер один в его личном списке. Ведь это рандеву с его родным зрителем. Поддержать нашего героя в эту волнительную минуту приехал и друг детства. Анастасия Винчева, Павел Ходько и Антон Филанович, телекомпания СТВ. Таким был четверг. В студии работала Юлия Александрова. На этом я прощаюсь и желаю доброй вам ночи.